Всем привет! Меня зовут Виталий, и сегодня очередной обзор, который посвящен цифровым эфирным DVB-T2 приставкам. Герой нашего обзора сегодняшнего это приставка Ариэль, модель 793. Поставляется она, как видите, вот в такой вот коробочке, ну, в общем-то, традиционная раскраска коробки для Ариэль. На задней стороне коробки видны как бы основные технические характеристики. В комплект поставки входит пульт управления 10 серии, вот такой большой. Дальше здесь есть батарейки для пульта, руководства пользователя, ну и непосредственно сама приставочка Ариэль 793. Помимо того, что модельный ряд ресиверов под маркой Ариэль довольно широк сам по себе, он еще и постоянно пополняется новинками. Иногда меняется внешний вид, иногда меняется как бы железная начинка ресиверов, а иногда ничего не меняется, как вот, например, ресивер Ариэль 793. По сути дела, это тот же самый 790 ресивер, который был хитом прошлого года, и у него изменился пульт дистанционного управления, то есть в комплект акцию вошел пульт 10 серии. Он очень удобный, с большими кнопками, как вы видите, то есть обновился пульт дистанционного управления и, соответственно, стало по-другому называться модель ресивера. На лицевой панели у данного ресивера никаких кнопок управления нет, даже нет даже кнопки включения. В середине присутствует сегментный индикатор, в рабочем режиме на этом индикаторе номер телевизионного канала, в дежурном режиме на этом индикаторе отображаются часы. Рядом с индикатором присутствует еще индикатор режима, то есть в рабочем режиме, как вы видели, он зеленый, в дежурном режиме он красный. Кроме всего прочего, на лицевой панели есть usb порт для подключения внешних usb устройств ну как то допустим компьютерные флешки либо внешний жесткие диски корпус ресивера металлический имеется перфорация для обеспечения охлаждения элементов для подключения к телевизору предусмотренные следующие разъемы то есть есть у него ресивера обычный композитный аудио-видео выход причем здесь все стандарта по цветам то есть желтый это видео красный белый это как бы левый правый канал степри стереозвуки если звук моно то остается только желтые белые колокольчики или тюльпаны как их еще кто-то называет вот которые подключаются соответственно к монотелевизору также есть цифровой аудио-видео выход hdmi для подключения к современным жк телевизором кстати если телевизор у вас имеет выход hdmi то соответственно лучше его и использовать правда кабеля никаких ариэль комплект с ресиверами со своими не дает то есть пользу это надо самому делать выбор каким кабелем он хочет подключать ресивер дальше здесь есть коаксиальный то бишь это цифровой выход звука для подачи звука на какие-то внешние качественные там hi-fi усилитель там домашний кинотеатр еще куда то есть антенный выход это сквозной антенный выход и антенный вход антенный вход как видите стандартный то есть к нему подключается антенна телевизор при использовании ресивера выполняет просто роль монитора и динамиков и все управление всю обработку сигнала делает ресивер но поскольку в цифре не все аналоговые каналы присутствуют допустим там нет региональных каналов вот у нас санкт-петербурге есть допустим региональный канал 100 вот в ресивере его нет если вы до этого смотрели с помощью вашей антенны телеканал 100 и хотите продолжать его смотреть то вот этот вот сквозной антенный выход надо подключить к антенному входу телевизору таким образом при выключенном ресивере сигнал будет идти напрямую с антенны до антенны телевизора а когда включен ресивер сигнал будет обрабатываться ресивером и по низкой частоте идти в телевизор то есть будет таким образом транслироваться цифровые каналы для подключения к телевизору я буду использовать обычный коаксиальный кабель еще раз повторюсь никакого кабеля в комплекте с данным ресивером не поставляется вот так выглядит задняя панель ресивера который подключен к телевизору то есть антенна включена в ресивер включена и тюльпанами колокольчиками включен ресивер подключен к аудио-видео входу телевизора к обычному соответственно телевизор пишет нет сигнала потому что антенны из него вынутые подключен ресивер для того чтобы нам какую-то какую-либо картинку увидеть нам нужно в телевизоре выбрать соответствующий аудио-видео вход низкочастотный так тот которому подключили ресивер сейчас я тут немножко неудобно вот я выбрал аудио-видео вход это вот стартовое меню ресивера называется добро пожаловать стандартное меню ресиверов которые выполнены на процессоре али в данном ресивере используется процессор али 30 м3812 тюнер sony демодулятор sony здесь можно ничего не менять а просто включить как бы автоматический поиск телевизионных каналов вот я выбрал пункт ok нажал кнопочку и пошли значит автопоиск каналов сканируется весь диапазон сразу же dvbt и dvbt2 вот и находятся каналы я нахожусь значит в санкт-петербурге у нас транслируется 20 каналов цифровом качестве разделены эти три радиостанции эти каналы разделены на два пакета то есть в отличие от аналогового телевидения где на одной полосе частот передается всего лишь один канал здесь на одном частотном канале передается 10 телевизионных каналов и вот в первом пакете ну то есть пакет каналов и в первом пакете он называется вообще эти пакеты мультиплексом то есть в первом мультиплексе 10 телевизионных каналов и три радиостанции во втором мультиплексе 10 телевизионных каналов передается больше 10 каналов в один мультиплекс не влезает при стандартном качестве а вещание цифрового телевидения в россии в данный момент ведется в стандартном качестве. Про HD, по крайней мере, даже речи не идёт. То есть, где-то что-то как-то там планируется. Но если бы было в HD качестве, то тогда бы в мультиплекс влезало бы всего 4-5 каналов. После окончания автопоиска ресивер автоматом переходит к показу канала с первым логическим, ну, с наименьшим логическим номером, я бы так сказал. Ну, и здесь вот номер первый, это канал первый, имеет, как бы, логический номер один. Вот поэтому началась трансляция с первого канала. Вообще же, вот он нашёл 20 каналов. Обратите внимание на значение частоты внизу вот этой вот таблицы. Вот видите, 586 килогерц, 586 тысяч килогерц, то есть 586 МГц, это вот 10 каналов, это первый мультиплекс. И дальше стало 666 МГц, это вот уже каналы второго мультиплекса. Вот, соответственно, можно выбрать любой канал. Вот пультом я выбираю вот этими стрелочками вверх-ниш. Любой канал, нажать ОК и просматривать там следующий канал. Также позволяется выводить информацию о канале, то есть, можно нажать кнопочку «Инфо». Ну, вот однократное нажатие, видите, информация о передаче, сейчас такая-то, следующая такая-то. Если бы я два раза нажал, то у меня информация короткая, аннотация передачи, я бы так назвал, да. И третий раз я нажал, здесь у меня уже показано, что это канал-звезда и параметры канала, то есть, а также показана еще интенсивность сигнала и качество сигнала, что, в принципе, очень удобно по этим шкалам можно оценить условия приема. Ну, сейчас у меня просто лежит вот такая вот антенна рядом со мной, вот я ее показываю, вот она подключена, вот эта антенна, и она просто у меня тут буквально практически на полу лежит, однако все равно что-то показывается. На некоторых каналах, ну, это там Первый, НТВ, Культура, транслируется телетекст. Телетекст не простой, телетекст, как бы сказать, интеллектуальный. То есть, некоторые передачи и некоторые каналы имеют в себе так называемые скрытые субтитры. То есть, люди со слабым слухом могут запросто включить передачи, просматривая передачу, которая идет с субтитрами, со скрытыми, могут запросто включить эти субтитры и понять, о чем идет речь. Ну, далеко не все каналы, далеко не все программы имеют, позволяют использовать, как бы... Сейчас вот он переварит телетекст, вот он переварил телетекст Первого канала. То есть, далеко не на всех каналах, там 5 или 6, по-моему, каналов всего транслирует телетекст. Это НТВ, Первый канал, там Культура, Карусель. Вот они, там у них есть передачи с телетекст вот этот вот. Как видите, 200-я страница телетекста как раз нас должна привести к страничке, которая разъясняет, чего там у нас будет и когда будет с субтитрами. То есть, если набрать 201-й, то вот передача со скрытыми субтитрами, которые слабо слышащие люди смогут совершенно спокойно посмотреть и совершенно точно понять, о чем там идет речь. То есть, там будут на экране транслироваться субтитры. Это все вот особенности цифрового телевидения. Это могут все ресиверы. Не обязательно брать ресивер, в котором там тюнер-демодулятор Sony и процессор именно такой, как стоит в этом. Любой ресивер это умеет делать. Еще любой ресивер, опять же, это зависит только от трансляции, вернее, от телевидения, от стандарта, понимает, что у него есть программа передач. То есть, всегда можно посмотреть, вот это телегид, оно называется, электронная программа передач. Всегда можно посмотреть программу передач на неделю. Как я уже вначале показывал, к ресиверу можно подключить USB-флешку компьютерную. При подключении USB-устройства к ресиверу, я обычную флешку сюда подключил, можно воспользоваться планировщиком, если есть желание, допустим, записать передачу. То есть, вот выбрали передачу, выбрали программу, может быть однократно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, либо выключено. Запланируем мы, ну, например, запись первого канала и время включения, ну, допустим, пускай это будет 18 часов, продолжительностью час. То есть, вот, сохраняем, то есть, одну программу, затем нас что-то заинтересовало, там, в какой-то день, в какое-то время, там, или еще дальше. Вот, мы можем еще запланировать, то есть, опять нажимаем зеленую кнопку, опять таймер, ну, будем планировать просмотр, чтобы в данное время, там, ну, например, запланировал все просмотры передачи. Вот, мы два задания сделали, соответственно, в нужное время ресивер, если он выключен, включится, запишет, либо покажет, и опять выключится. То есть, вот, если он был выключен, то есть, вот, таким образом составляется, ну, как бы, задание для таймера. То был таймер, а еще одна, как бы, особенность, но это уже особенность именно данной модели ресивера АЭЛ, у него присутствует так называемый мультипросмотр. То есть, нажав синюю кнопочку, вот эту вот, на пульте управления, на экран выводятся вот такие, ну, картинки программ настроенных. Вид может быть такой, в меню можно поменять, будет одна большая, там, и четыре маленьких. То есть, ну, вот, типа стоп-кадров выводятся, то есть, можно выбрать, например, интересующий вас канал и продолжить его просмотр уже вот в режиме реального времени, пожалуйста. Это вот такая вот особенность именно ресивера АЭЛ 793-го. Ну, теперь давайте посмотрим главное меню ресивера. Без захода в главное меню вряд ли кто-то из пользователей обойдется. Меню, как я уже говорил, стандартное меню. Стандартное меню, как бы, для процессоров Али. Что здесь есть? Первый пункт меню – это редактирование каналов, то есть, можно… Редактор каналов, то есть, выводятся настроенные каналы, их можно, как вы видите, перемещать, пропускать, редактировать. То есть, если я нажму кнопочку «Редактировать», можно сортировать каналы. Как видите, цветными кнопками все это делается, вот, по цвету. Можно сортировать по алфавиту, открытые, закрытые и так далее. Что еще можно? Можно переименовывать каналы. Пожалуйста, есть «Кириллица». Ну, насколько это нужно, не знаю, потому что, как вы видите, они и так всех довольно корректно названы. Но только если, мало ли, кому-то что-то захочется переименовать. Сейчас выйду отсюда из этого пункта меню. То же самое можно сделать со списком найденных радиоканалов. Как видите, три радиостанции здесь присутствуют. Либо можно очистить список, то есть, удалить все каналы. Следующий пункт – это «Настройка каналов». Называется. Здесь можно воспользоваться автоматическим поиском каналов. Тогда все каналы, которые у меня были найдены, они собьются и перенастроятся. Либо ручной поиск каналов. Ручной поиск канала как бы более практичен. В плане чего? В плане того, что если у вас автоматический поиск ничего не нашел, заходим в ручной поиск канала. Ну, здесь я выставил, можно выставлять поиск либо по каналу, либо по частоте, но по каналу удобнее. Вот. Я нахожусь в Санкт-Петербурге. Соответственно, трансляция у меня ведется на 35-м и 45-м канале частотном. На 35-м первый мультиплекс, на 45-м второй. Номера частотных каналов для конкретного населенного пункта даже России можно найти на центральном сайте цифрового телевидения на интерактивной карте. Вводите название населенного пункта, он показывает ближайший транслятор, сколько там мультиплексов транслируется, будет написано, и в каком он состоянии там строится или уже вещает. И если вещает, то на какой частоте происходит это вещание. Вот, если я поставлю канал, на котором ничего не вещается, то вы видите, у меня интенсивность и качество сигнала просто-напросто исчезнут. Соответственно, как только вы выбрали тот канал, на котором проходит вещание, заполняются шкалы интенсивности и качества. Какое практическое значение они имеют? Да очень простое. То есть, можно настраивать антенну. То есть, вот я сейчас буду крутить антенну, у меня эти показатели будут меняться. То есть, направили антенну точно на передающую станцию и, соответственно, эти показатели увеличились. То есть, чем больше, тем лучше. А далее нажимаем кнопочку ОК. Просто на пульте управления выбираем поиск, нажимаем кнопочку ОК. И ручным поиском каналов, вот он сейчас на одной частоте, вот он повторит поиск и запишет эти каналы. Таким же способом можно добавлять каналы в случае появления следующих. Допустим, еще один мультиплекс появился. Чтобы не перенастраивать все, сразу же можно просто-напросто воспользоваться ручным поиском. Следующий пункт меню – установки системы. Здесь можно выставить язык меню и прочего. Телевизионная система – это соотношение сторон, разрешение видео. Ну, поскольку трансляция ведется в стандартном качестве, то вот это разрешение DVD 720p, вот оно и есть. Установка местного времени, насколько актуальна? Я думаю, не актуальна, потому что ресивер автоматом принимает. То есть, если вы, конечно, хотите принудительно что-то задать, туда можно поставить ручные настройки, установить время. Таймер. В этом пункте мы увидим те задания, которые я показывал, глядя программу передач. Вот, они подключены. Ну, родительский контроль установить, установки меню, там его прозрачность, время показа и все прочее. Избранные каналы, то есть, можно составлять 8 списков избранных каналов, допустим, в редакторе программы, и называть их там, допустим, распределять по тематикам. Там спортивные, фильмы и так далее. Настройка аудио. Мультиэкран. Это вот те настройки мультиэкрана. Сейчас у меня стоит 3 на 3, либо 4 на 1. Вот я, допустим, сейчас поставлю 4 на 1. Выйду из меню, и то, о чем я вам говорил, то есть, вот, вот он этот мультиэкран. Сейчас оно. Вернемся к картинке. Так, это радио у меня включилось. Сейчас мы переключимся на TV. На пульте есть кнопочка телевидения, радио. И теперь вот включим мультипросмотр. Видите, теперь какой стал мультипросмотр. То есть, одна картинка большая, и четыре картинки маленьких. То есть, вот таким образом настраивается, допустим, режим мультипросмотр. Ну, как говорится, кому что нравится. Сейчас назад вернусь в меню. Следующий пункт. Другие настройки установки системы. Здесь можно включить, выключить питание на усилитель активной антенны. Этот ресивер может подавать питание 5 вольт по кабелю на усилитель активной антенны. Если антенна активная и предназначена для работы, допустим, с ресивером, то у нее обязательно будет 5-ти вольтовый усилитель, который можно будет запитать. Вот. Указать поиск типов каналов. Там бесплатные, кодирование, либо поиск всех. Ну, по сути дела, данный ресивер предназначен для поиска только открытых каналов. Если появятся платные каналы, то такие ресиверы уже не подойдут. Ну, я думаю, что это не скоро произойдет. Зуммер. Это в момент поиска канала, ручного поиска. Чем больше эти шкалы, тем там меньше период времени. Ну, пищать, короче, будет это все дело. И автоотключение. Можно выставить автовыключение ресивера. Ну, слеп таймер, я бы так назвал. Следующий пункт. Это инструменты. То есть, можно посмотреть информацию о ресивере. Ну, здесь указана версия процессора, версия шасси. Ну, и название, видите, Ариэль. 793. Насколько надо, да бог его знает. Может и надо. Можно вернуться к заводским установкам. Если я выберу этот пункт, то надо будет ввести пароль. Пароль по умолчанию 1234. Обновление через интернет. Это не используется в этих ресиверах. Ну, какой тут интернет, тут не Wi-Fi, ничего. Обновление через USB. То есть, если бы была прошивка на сайте Ариэля, то можно было бы обновить прошивку в случае каких-нибудь там, багов в прошивке, как бы, Ариэля 793. Но прошивок на сайте Ариэль для новых ресиверов не предусмотрено. Поэтому, по большому счету, здесь остается только один пункт. Это отключение USB-устройства. Это безопасное извлечение USB-флешки из ресивера. Следующий раздел меню. Это тоже какой-то такой странный раздел. Это раздел игр. Хотя многим нравится, допустим, воспользоваться судоку и там поиграть, как бы, используя пульт и ресивер. Я не знаю, мне, честно говоря, все равно, есть ли в нем игры. Главное, чтобы телевизор показывал. И дальше, как бы, основной раздел, который, ну, как бы, я его назвал, это раздел запись. И первый пункт, как вы видите в этом разделе, называется медиаплеер. То есть ресивер имеет встроенный медиапроигрыватель. Он может воспроизводить файлы, начиная от фотографии и заканчивая фильмами. Просмотр фильмов возможен как в HD, так и в Full HD качестве. Вот я выберу устройство, опять должно быть подключено. Вот. Единственное, что звук с кодеком AC3 Dolby Digital, а такой звук имеет, ну, пожалуй, что, наверное, большинство DVD рипов, которые можно скачать с каких-нибудь торрентов, вот он здесь не поддерживается. И ресивер этот не понимает. То есть, если я выберу вот видеофайл такой, то он у меня просто-напросто пойдет без звука. Сейчас я добавлю громкости в телевизоре, но он не пишет, что он его не хочет воспроизводить. То есть, он его воспроизводит, но файлик просто-напросто идет без звука. Можно там перемотками воспользоваться, но звука нет. Это потому, что этот файл имеет звук Dolby Digital. Вот. Обратите внимание на верхнюю строчку. И на левый нижний угол. Вот кнопочку 1 – это переключить. То есть, сейчас ресивер у меня не понимает картинок. Если я переключусь, записи у меня нет, музыка. Вот я выбрал музыку. Теперь я могу… На ресивере появились аудиофайлы. То есть, вот он их может воспроизвести аудиофайл. Если я дальше переключусь в ресивер, позволит посмотреть цифровое изображение. По умолчанию выводится как слайд-шоу. Там все это можно, конечно, настроить. Ну, вот так вот выглядит просмотр фотографий, либо цифровых изображений на ресивере по умолчанию. На этом я, пожалуй, закончу рассказ по поводу… Вернее, не закончу, а прерву рассказ по поводу медиапроигрывателя данного ресивера. Не буду рассматривать пункт «Запись». Вот. Почему? Потому что о ней я расскажу чуть-чуть попозже. Значит, в разделе «Запись» еще есть пункт «Информация ПВР» – персонального видеомагнитофона. Что здесь такое? Здесь можно посмотреть информацию по поводу подключенного USB-устройства. Можно настроить распределение памяти USB-устройства. Если я нажму синюю кнопочку, то я увижу, что можно использовать устройство для записи, можно для функции «Таймшифт», и можно все вместе – и «Таймшифт», и «Запись». Вот. Оставляем так это. Возвращаемся к разделу. Далее – настройки персонального видеомагнитофона. Функция «Таймшифт» для того, чтобы использовать отложенный просмотр. Ну, то есть, делать паузу прямого эфира, либо там перематывать прямой эфир. Вот она должна быть включена. Ее, если она будет выключена, то там ничего, «Таймшифтом» пользоваться будет нельзя. Для использования «Таймшифта», для записи различных передач и того, и так далее, должно быть USB-устройство достаточно большой емкости. Вот. И лучше даже использовать не флешку, а, наверное, все-таки внешний жесткий диск. До одного терабайта я пробовал, то есть, один терабайт. Больше я не подключал, но один терабайт вполне нормально все это дело работает. Вот эта строчка «Таймшифт» для записи, как бы такая. Если эта опция включена, то, значит, при использовании пункта «Таймшифт» будет автоматом осуществляться запись и сохранятся файлы будут на флешке. То есть, можно будет перематывать прямой эфир и так далее. Если эта функция выключена, то файлы, ну, буфер вот этот вот на флешке сохраняться не будет. Как только вы перестали использовать «Таймшифт», он автоматом все это дело сотрет. Включить запись – это включение режима записи, ну, как бы, включение записи в режиме программного потока. Вот такое меню. Теперь давайте перейдем непосредственно к тому, что посмотрим, как осуществляется запись программ и как работает функция «Таймшифт». Сейчас я вернусь к просмотру. Вот. Для того, чтобы осуществлять запись программ, существует кнопочка «Рекорд». Вот эту кнопочку я нажал. Мало места пишет мне на USB. Соответственно, сейчас мы будем освобождать это место. То есть, место у нас осталось только для таймшифта. Соответственно, я захожу в меню. Захожу в пункт «Настройка ПВР». Так, не сюда. Информация ПВР. Нажимаю на ДВР установки и делаю так, чтобы это было у меня только использовать для записи. То есть, вот эти два гигабайта оставшихся у меня будут использоваться только для записи. Все вот эти манипуляции я вынужден делать, потому что у меня USB-устройство, на котором осталось мало места. Вот. То есть, если я сейчас нажму кнопочку «Запись», то вот на диске есть место для записи на час. И вот замигала рекорд вот здесь вот. Соответственно, идет запись. Можно нажать кнопочку «Инфо» и видно, сколько прошло времени и сколько еще осталось для записи. Вот. Просто так остановить запись не получится, то есть, потребуется подтверждение. Случайным нажатием запись остановить нельзя. Вот я нажал кнопочку «Остановить запись», и он у меня требует, чтобы я подтвердил то, что я действительно остановил запись. И файл, записанный, хранится на USB. Вот в чем удобство этого пульта? В том, что здесь есть кнопочка USB. То есть, я сразу же могу перейти к USB-устройству, переключаюсь я на запись, и вот у меня то, что я записывал. Вот это записанный файл. Соответственно, он хранится на USB-устройстве. Если бы у меня было запланировано событие, то этот файл бы был записан с помощью таймера. Я бы потом пришел и смог посмотреть то, что я пропустил. Вот. А теперь давайте посмотрим, как работает функция TimeShift. То есть, я нажимаю кнопочку «Пауза» на пульте дистанционного управления. Эфир, как вы видите, тормозится, то есть, становится на паузу. Я могу заниматься какими-то своими делами. Затем прийти и продолжить просмотр с момента остановки. То есть, просто нажав кнопочку «Плей», вот у меня пошло продолжение. Могу перематывать как угодно. То есть, по сути дела, управлять прямым эфиром я могу. Вот что такое функция TimeShift, которая как бы присуща вот этому цифровому телевидению. На мой взгляд, весьма удобно. Ну и в заключении можно сказать, что данный ресивер, он в общем-то, как и все, наверное, они прекрасно справляются с приемой и обработкой цифрового телевизорного сигнала. Однако, он ничем, кроме вот этого обновленного пульта, не отличается от ресивера прошлогоднего 790 модели. Опять же, у пользователя не должно возникнуть никаких проблем при освоении этой цифровой приставки. Почему? Потому что довольно подробное здесь руководство по эксплуатации. Да и, правда, шрифт немножко мелковат, но зато все есть и все это практически без ошибок, как зачастую бывает в электронных устройствах описание с ошибками. Ну, на этом и все. Пожалуй, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok